Дорогие друзья, сегодня я с Оксаной вас приглашаю на прогулочку по красивым горным видам города-курорта Анапа. Но прежде чем ее совершить, я предлагаю вас отвезти в салон красоты преображения и показать, как девчата работали над моей прической. Им привет огромный. Что-то моя прическа начала плохо выглядеть. Это значит, что мы идем на Владимирскую 144 салон красоты преображения. Здравствуйте, наши дорогие жители и гости города Анапа. Мы приглашаем вас к нам на преображение. Напоминаем, что начинается сезон выпускных, прически, укладки. У нас сейчас есть мастер татуажа, косметолог. Приходите, мы вас ждем. Взяли с собой энергетические батончики, водичка. Заехали перед выходом, поели в Хинкалыче, как мы там ели и как она все съела. Вместо меня смотрите, пожалуйста, в телеграмме. Мориоз. Подписывайтесь на него, выигрывайте каждый день литр вина, либо 500 рублей на счет. Место это стало супер популярным, потому что машин постоянно очень много. Плюс маршрутка и постоянно идет поток людей вверх-вниз. Ты помнишь, что прошлое сюда путешествие тебе тут понравилось? Помнишь, я тебе показывал секретное место? Да. Которое, в котором никто не знает. Самый лучший вид на Анапу. Если получится, мы сегодня сюда тоже зайдем. У Ксюши болит ножка. Ой, Ксюши, пацаны. Все, ниже и ниже становимся. Кажется, я могу сказать, что мне по земле начнет холочить. А то у тебя эта спинка не выдержит. Нормально все будет. Я 10-й больше начала, чтобы ты взяла. В прошлый раз быстрее дошли. Первый вид. Людей много. Видит отсюда. Шикарно просто. А скажи мне, брат, в чем сила? В правде. Это хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты приходишь сюда уже не первый раз. У тебя какие ощущения от того, что ты видишь сзади? Сзади? Сзади, пожалуйста. Мне сложно говорить на камеру про свои ощущения. Ладно, пускай помальчик. Туда давай. Бабушка Валя, привет. О, все. Мне этот вид очень импонирует. Очень люблю сюда приходить. Смотри. Снизу автокемпинг. И он тоже манит. Смотри, там порядки вроде наводили. Интересно, восстановили ли их лестницу к морю, которая 400 ступеней зовется. Туда дальше мы видим 800 ступеней. Ну и строящаяся наша набережная. Здесь также теперь имеются две дырочки, в которые можно подойти. И так вот, как Оксана, стоять и смотреть в сторону Анапа. Мы прям где-то минут 20 сидели, залипали. Была одна женщина, которая сюда пришла. Ей привет. Она расспрашивала, куда идем, что делать. Рассказали ей о пути. Переживала за змей. Змеи есть. Ну, старайтесь смотреть под ноги. Тогда все будет хорошо. И вторая дырочка тут тоже. Можно делать красивые фотографии. Так, вы не фоткайте. Может кусочек вырежут. Красота. Никогда так не делайте. Потому что можно уйти туда вниз. Ой, давай. Привет. Не делайте так. Просто Юра любит адреналин. Красота. Поднимаемся выше. И здесь такое вот плато. Мы потом будем двигаться. Сегодня, кстати, много людей гуляет в ту сторону. Пойдем в сторону Суко. А здесь сейчас будем глядеть с самого края тоже в сторону Наши Анапы. Ай, мама, кто это? Как это красиво. Как сегодня море смотрится здесь. Тоже такой молочный берега. Фантастика, друзья. Виды просто завораживают. Я на краю мира. Окс, ты что там увидела? Обрыв, что ли? Отходим чуть дальше. И еще одна такая смотровая большая площадка. С нее очень красивый вид. Открываются на скалы, обрывы, обвалы. Ох, прям первомутровый цвет завораживает. Красота. Вот с каждым шагом уходим дальше. Картинка становится все красивее, красивее. Окс, она вообще с каждого парапета останавливается и смотрит вниз. Здесь уже почти перед самими шариками один такой высокий подъем. Легко преодолим. Так что можете спокойно идти гулять. И везде люди. Настоящий кайф и удовольствие. Покорить один из подъемов. Вот здесь ребята отдыхают. Вот здесь чуть ли здесь вообще пикник. Классно. Уже почти поднялся на самый верх. Там легче проходить. Но мы увидели, что тут дорожка есть через лес. И решили, а что нам идти прямыми маршрутами. Тем более цели нету. Просто гуляем, смотрим по сторонам. В лесу-то как, ребята? Вообще, да? Да. Просто два шага, и мы как будто попали в другую реальность. О, там кто-то есть. Габаны. Ага. Иди вперед. Давай. Пускай тебя съедят. Так вот, лагерь, отдых. А мы тут выходим опять. Все светло и классно. И двигаемся дальше. Представьте, какие места здесь есть. Все это среди можжевельников. Единственное, надо все делать аккуратно, чтобы не спалить лес. Переедите лес от пожара. Усенькая такая. Главное, на змеичку не наступить. Как я боюсь змей. Подложка такая зелененькая, красивая. Воздух такой сразу прохладнее становится. Очень, очень атмосферно. Такая, видите, здесь перепад. Потом резко вниз туда шкала уходит. Сколько, когда находишь, дорожка так раздваивается. Выбрана была правая дорога. И она сначала под Матьев. Там тоже по-любому она выводит из этого каньона. В местах встречаются красивые цветочки. Такие моменты. Это просто космос. И вниз. Обрывчик. Дорога, мне кажется, надо было идти по той. Там было бы полегче. Вот мы уже видим ту сторону, откуда мы спускались в этот лес. Выходим из леса. Здесь еще один маленький подъемчик. Мы перебрались. Вышли уже к огороженной территории. Только раньше была свободная. Сюда приезжали, можжевелках гуляли. Теперь этот вносится к виноградникам. Дорога, видите, осталась с той стороны. А здесь установили забор металлический. Страна заборов. От кого они тут защищаются? Мне интересно. По-моему, это шиповник. Цветят. Тоже вот такие белые. С розовыми цветочками. Здесь больше показывать особо нечего. Потому что мы идем вдоль забора. А так мы обошли с вами сюда в можжевеловый лес. Там тоже насмотрелись красоты. Поднимаемся. Совсем немножечко осталось. Вот так вот, ребята. Красивые цветочки. И вид на забор. Раньше мы здесь по полю спускались. Тогда и шли к нему. Я даже сейчас не знаю, можно ли будет дойти или нет. Вот тот самый винозавод находится. Теперь это как бы их территория. Прикольно. Живем. Лучшие фотографии этого забора. Ну, если бы вы здесь делали, прийдите, где было бы сфотографироваться. Дальше спуск вводит вниз вдоль забора. Мы пройдем чуть вправо. Здесь находится мое любимое топовое место. Я его очень люблю. Всегда, когда посещаю эти места, прихожу туда. Надеюсь, что там будет не занято. Мы с вами сейчас все это увидим. Во-первых, то заканчиваются высокие деревья. И открывается совершенно другой вид на Анапу. Как вам это фантастика? И вокруг моря. Отсюда видно, что Анапа в море образует вверх сердечко. Анапа – это город любви. Это мыс любви, мыс надежды. Дай бог, чтобы в нашей жизни все было в любви. И будет все прекрасно. Это точно. Ой, ну какие тут красавцы были. Просто смотрите. Пришли, думают, что-то за ними придет убирать. Мне прям интересно. Ну, ребята, что у вас в голове? Вы принесли мусор, стекло и бросили здесь. Просто посмотрите, какое место они испоганили. Сейчас я вам покажу. О, кто-то тут спалил. Тут была сидушка. А нет, не спалились. И что? Вот она. Собрали на костер. Ну, наверное, если ты приходишь. Ну, вообще, тут была хорошая скамейка. Ты приходишь, садишься и созерцаешь. Просто только ты, какой-нибудь красивый девушка с тобой рядышком. Ты здесь смотришь кайфующе. По тропиночке вдоль склона мы двигаемся к нашей цели. Там поклонный крест установлен. Лавочка с видом на море. И мы туда топаем. Это вот для тех, кто говорит, что в окрестностях Анапы делать абсолютно нечего. То есть этот маршрут можно было прямо с самой Анапы начать делать. И уйти до заповедника Большой Трещ. Гуляй себе. Смотри по сторонам. Один там, родителями, детьми. Главное, иметь желание. Но опять с великолепными видами на вот этот забор мы продолжаем наше путешествие. Ты видел? Да. Ты ее увидел? Да. Большая? Большая. Она там на нас попала. Было страшно. Лучше бы она тебя съела. Я бы поплакал бы и все. Вот здесь появляются виноградники. Выращивают. Выгодно нынче дело. Но встреча с двумя змеями, что-то Оксану не замотивировала дальше путешествовать. Она хотела уже развернуться обратно. А тут мы уже практически пришли. Пойдем уже. Дальше будет красивее. Опять эта маленькая девочка ехала у меня на ручках. Из-за угла выходит ребят. И такие глаза. Несет. Но сказали, что дальше змеи больше не встречали. Слава богу. И кстати, не скажешь, что только там, где мы шли, были. Панорамный вид вам на всю эту винодельню. Винократники. Тут заборчик. От этих ворот в лес по прямой идет такая широкая тропа. Никогда не забуду, мы идем с пацанами. Оттуда бежит мужик такой. Ближе подбегает. Я понимаю, что это дедушка лет, наверное, 85. Он такой налегке. Я говорю, там еще далеко. Он говорит, а тут чуть-чуть, ребят. Совсем немножко досуку остался. Друзья. Здрасте. Он кусается? О, он гавкает, не страшно. Сколько прекрасных мест нужно, где прийти поставить палаточку с видом на море. И где никого не будет, представляешь? Это змеи. Так как ты не везде есть, Оксана. Я не думаю, что ты змей боишься. Мы ночевали. Это зимой было, они уже, наверное, спали. И опять в лес. На, ребята, не ходите с девчатами на путешествия. Все. Вы, походу, пришли. Змей вроде нет. Ты готова? Да. Это огонь. А где спасибо? Спасибо. Вот так и живем. Теперь смотрите на Анапа совершенно под другим углом. Как вам? Я же говорил, это сердечко. Видите? И сюда. И в море. Море любви. Это Анапа. Рытьяк. Здесь находится поклонный крест. Раньше говорят, что в стародавние времена, когда маяков не было особо, сей поклонный крест его сдвинут на мыси Святого Креста в день Святого Апостола Андрея Первозванного, 13-12-2002. Вот Рытьяк. Все участниками крестного хода и Черноморского Земского собора. И Господь Русь православная. Мыс Креста называется. Я называю это Юрина гора. Здесь стоят лавочки. Здесь человека, которого больше нет. В памяти Андрея написано. Садитесь, смотрите на Анапу. Такой балл-эффект. Андрей, вечная память тебе и людям, которые тебя любят. Ребята, чебуреца, наверное, собирает. Пойдем спросим. Ну, цветочки. Можно с веточками. То есть, это настоящий чебурец. Его просто сушить надо или можно сразу заваривать? Можно сразу, но сушить. И дать ему хватает. Понял. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Скала, друзья, начинается. Кто ради чего сюда шел. Здесь вот еще одна скамейка установлена. И посмотрите, как возле нее вытопнула все. Это то, насколько она постребована здесь. Есть такой надпись. Прости меня. Мне очень жаль. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. И можно посмотреть вониз. Вонизу у нас здесь Оксана. Ну и вот такой просто сногсшибательный вид. Я когда впервые его увидел, думаю, да ну нафиг. Это у нас в Анапе такое есть. Как тебе? Вот просто эмоция. Красиво. Очень красиво. Здесь, видите, можно даже, ну, если вы экстремал, потихонечку пытаться спуститься. Ух, полетела, побежала. Друзья, дальше дорога идет еще выше, у горы скалы. И этот момент, я думаю, может быть тоже чебреца пособирать. Единственный косяк, что я не взял с собой никакой пакетик. Прямо расстраиваюсь по этому поводу. Уху! Вы просто посмотрите, что она видит. Вау. Как тебе? Вау. Это, вау. На краю стоим. И вот знаете, в такие моменты можно у женщины просить все, что угодно. Ты хочешь жить? Да. Ну вот, видите, потому что она хочет жить, поэтому можно просить все, что угодно. Потому что сзади нас красота. Бездна голубая, манящая. Давай не пойдем. Вон там он сидит, смотрите, ребята. Желтый, я не знаю, разглядите, нет? Пшшш. А! А-а-а! Как мы теперь пойдем обратно? Ну ладно, пойдемте вперед еще чуть-чуть. И, наверное, вот это одна из самых красивейших точек. Душа взлетает над этими камнями, бесконечный вниз обвал-развал. Вокруг у нас море, на па как на ладони. Фантастика! Эти скалы еще постоянно обваливаются. Мы раньше вот тут проходили, тропа была. Ну, потом постепенно, видите, сквозь лес прокладываются дороги. Так как они постоянно сыпятся, сыпятся и сыпятся. По краешку обходим. Ну, тут эрозия, видите, столкновение пород было. Из-за чего, собственно, вот такие вот развалы и получились. Можно как бы более безопасно по лесу идти. Ну, можно с красивыми видами дальше рисковать и по краю. У меня такие моменты, вот когда я вижу такую красоту. Почему-то хочется еще где-то здесь рядышком видеть драконов. Один он там сзади зацепился паровозиком. Идет. Где-то здесь еще не 100% водятся. Бесконечно красиво. Тропа, видите, прям по самому краешку обрыва идет. И вот сейчас где-то отсюда должен появиться один из самых топовых видов. Я уже просто не помню, давно здесь был. Сколько здесь расстояния до моря, на какой высоте. А вот он, смотрите. Постепенно мы, во-первых, видим туда всю эту красоту. Появляется большую трещь. А мы еще выше и выше идем на следующую точку. Друзья, дай лапку. Вот так вот. Выводим Оксика. И посмотрите. Мне интересно вот сейчас твои эмоции. Торо, ничего, я тебя сюда вел. Ну скажи, ну так себе. Наслаждаю. Сверх эмоциональный человек. Просто вау. Скажу вам с другой камеры, чтобы ощутили всю эту красоту. Ребята мимо прошли. Хочется присесть и кайфануть. Тут помимо того, что на мотика коня, то еще мимо нас проехал велосипедист. Я же залил в шлеме. Такой прям в экипировке. На настоящем. Такой горный велосипед. Ну такие велики от полумиллиона стоят, чтобы на таких местах раскатывать, конечно. Ну прикольно смотрится. Смотрите, ребята. Какие цветочки на кустиках. Там их прям очень много. А Оксана говорит, что кустики бесплантовые, потому что в них змеи прячутся. Ну это не так. Они же классные. И змеи тоже классные. Все такие классные. Колосок или что? Не знаю. Это, наверное, маг был. От него, может, корзинка осталась. По крайней мере, похожа. Отсюда мы видим Варваровку. Храм. Поля такие прям, горы. Красота на Браевской неналеко. Какие места вот просто трудодоступные и прекрасные. Ну, может быть, у них то и прекрасные, что мы не всегда видим эти виды захватывающие. Поэтому ты смотришь и не можешь наглядеться. Отсюда вообще вот большой трещь. Это отвал башки. Какая красотища. Ты там тоже облазил уже абсолютно все. Иначе влево чуть уходит. И опять. От этого прям вот масштаба аж голова кружится. Самое главное, чтобы голова не закружилась или такой случайно туда не ушел. Потому что это уже все, как говорится, наглухо будет. И следите за грунтами, потому что, повторяю, здесь нет-нет, происходят обвалы. Но так от масштаба прям реально ты прям шире начинаешь мыслить, смотреть на это все и чувствовать весь мир, который вокруг тебя происходит. Ты идешь по хребту, оттуда-то не видно. Тут лес заканчивается, когда ты ездишь по тем дорогам. А сейчас ты еще отсюда смотришь и туда. Видишь вот всю картину этих мест из другого совершенно угла. Фантастика. Вот именно в таких обвалах АГЛ, видите, влево вытоптана тропа. А здесь был обвал дороги. Ну, уже люди выходили в другую, чтобы в кустыни ходить. Я думаю, это все те, кто боятся также змей. Вот знаете, как она идет, то есть по краю прям очень опасно. Кстати, не говорил, тут дубы растут, держит дерево есть, такая прям с колючками, например, цепляется. За тебя можжевельники встречаются. Вот так из леса эти торчат, ну, другие наши местные деревья, которые как раз такие, ну, мы называем лесом, когда приходят к нам другие люди из центральной полосы России, говорят, это лес, кустарник. Ну, у нас такой лес. Мы сейчас в лес заходим, который где-то на полметра только выше меня. И все. И вот мы выходим из леса. Ух ты! Тут тоже, видите, была тропа. Здрасте. Ну, вот это вот все повалилось туда вниз со временем. Ну, а теперь здесь есть лавочка. Там у нас Знамя Победы и стоит табличка. Это место, где высаживался десант Калинина. Разнообразные надписи. На этом месте в ночь на 1 мая 1943 года для выполнения боевой задач высадились три десантные группы под общим командованием капитана ДС Калинина. Памятная доска, заложенная в 1934 2007 года, участники акции «Десант. Слава». И флаг России, флаг Победы. Ну, и отсюда десант уже продвигался дальше. У нас есть и памятник Калинина, который мы проезжаем. Он находится немножко дальше, но сам десант высаживался именно здесь. Просто памятник установили у дороги, чтобы у людей была возможность помянуть его. Проезжаем мимо. Жалко, что у нас остается всего лишь час до заката. Становится потихонечку прохладно. Возможно, если бы вышли раньше, здесь буквально два пригорка, и мы бы уже спустились в Шенгари. Пляжико, там, где речка Варваровка протекает. Так, как тебе? Класс. Точно? Понравилось? Да. Ребята, гуляйте. Вон, даже Оксане понравилось. И будете видеть всю эту красоту своими глазами. Мы, кстати, зацепим еще где-нибудь закат, то я обязательно видео ставлю. Смотрите, ребята, байки. И ребята приехали на байках ворваться. Ребята, это Чехославатский волчок. Какой красивый. Ах, ну, похож на лесу. Мы тоже набрали еще чабреца. Там девочки вот сидят в кустах, собирают. В общем, все, кто сюда приходит, немножко с чабрецом уходят. Ну, смотрите, как ребята тут гоняют. Пошел. Первый, второй. Где-то еще один. И третий. Так же. Может потихонечку спускается. Кстати, тут закат все больше закатывается. Тут мы в секретном месте находимся. Еще идти, идти. 800 спинни, только где-то впереди. Какой круг обходить. Но будем видеть красоту. Как вам? Только что она впереди, то позади. Бегать больше надо. Фу. Кайф. Тут, конечно, вид меня просто поражает. Мы были, получается, вот здесь, между вот этими двумя вершинками. Тут высадка Калинина была. Совсем немножко оставалось, чтобы даже не гонить. Там, тем более, уже дорожка вниз идет. Вау. Маршрут просто супер. Часы показывают 15 тысяч шагов. Я, в принципе, больше нигде сегодня особо не ходил. Но я хворош еще вошел. Вот это, хоть хочется дышать чаще, но когда голову поворачиваешь, дыхание замирает. Потому что такая красота рядышком с нами происходит. В чудесном мире мы живем, друзья мои. Можем наблюдать с вами великолепие, из-за которого никому ничего платить пока еще не надо. Пока все вот так еще заборами не обнесли. В общем, видите, моменты. Гуляйте, созерцайте, творите, созидайте. Догнали же группу лошадок. Тут с каждого бугорка такие красивые, классные виды. И все начинается заонапой, друзья. Покидайте города. Так, ребята, тут стоят на фотосессию. Все, красиво, набрили. Солнышко, морешко. Вообще кайф. Тут специально фотозонная такая. Бомба просто. Красиво. Наверное, такие моменты надо вот так вот красиво снимать. Та-дам! Это наш был последний подъем. Такой колоссальный перед тем, как мы выходим уже с видом на город. Холодно. Отдень кухонку на. И вид. Вот представьте, оттуда вот так вот по горам сюда. Казалось бы, там сколько времени надо. Мы оттуда сейчас вернулись от креста до сюда, ну, 20-25 минут. Причем не напрягаясь, никто не вспотел. Наоборот, он мерзнет, да? Представляете? То есть несложно, классно, удовольствие. Единственное, я себе ноги сотрю. Сегодня гуляю в кроссовках без носков. Забыл носки. И ханам и ногам. Какой кайф, ребята, гулять по просторам нашим. Вечер добрый. Добрый вечер. И смотреть вокруг на всю эту красоту. Ведь мир прекрасен, как ни посмотри. Раз, два, три. Мы дошли еще до самого серьезного спуска, откуда видны полностью все ласточкино гнезда и побережье. Сейчас в золотистом цвете это выглядит еще гораздо красивее. Мне очень нравится, когда вот меняется, закатное время приходит. У нас до заката остается еще 20 минут. И видите, все имеет уже более такие контрастные тени, объемы. Смотрится гораздо круче, чем на дневных фотографиях. Людям, когда объясняешь про золотые часы фотографа, они такие, что? Вот у Оксаны вообще фотосессии происходят в самое жаркое, классное время, очень редко на закате. И в основном это день. Просто топ, как говорится, фотографии. Но люди довольны. Самое главное, как говорится, берут, покупают. Это уже самое важное. Хорошо, что у меня есть выбор. Я могу снимать только с утра и вечером. А в другое время, ну зачем портить пленку? Все красивее и красивее. С каждым шагом мы все ближе и ближе к ласточкиным гнездам. Мау! Эти местечка, ребята, смотрите, выбирают тоже, чтобы смотреть закат. Ребята, девчата, тут кого только нету. Потому что здесь нет ветра, все готовы к созерцанию красоты. Оксана у нас, по-моему, очень сильно уже замерзла, да? У меня вроде подогрелось. Смотрим закат? А тебе сколько он? Осталось 10 минут. Да-да-да. Давай найдем место. Вот так вот можно сидеть, смотреть. И кайфовать. Посмотрите, как подходят люди к обрыву, какой он высокий. Оттуда так это все не выглядит. А вот это на закате, да? Красота. Да, друзья мои, какую красоту мы сегодня с вами посмотрели, а? Пишите. Ой, без проблем. Я, честно, не узнаю, Оксана, она раньше, не знаю, никогда меня вперед не пускал при возможности. Всегда сама бежала. Теперь, говорит, только ты вперед, отбиваясь от змеи мной. Она в Крыму гуляла и не знала, сколько там змей, причем ядовитых. А у нас тут одни желтобрюхи ее так напугали. Вот так вот бывает. Но не у всех проходят. Ух, какова красота. Анапа, закат 2024. А на календаре сегодня, ну, май месяц. Скоро будет лето, скоро будет тепло и хорошо. Слушайте, холод. Тут девчули в таком платье. Анна Сейси, без обуви, босичком. Все, как говорится, ради красивых фото. Ну, что-то на лице, там уже написано, не любой фотограф. Единственное, самое грустное, заканчивать это путешествие до кладбища. Ну, в любом случае, надо бояться не мертвых, а живых. А на календаре. Продолжение следует. Угу.